Продолжение следует... Так как традиционно я начинаю, может быть, кто-то из присутствующих с нами на вебинаре не знает меня, поэтому с радостью представлюсь. Евгений Мокин, руководитель Центра технических компетенций «Волсэксперт». Собственно говоря, программный продукт нашего центра мы сегодня и презентуем. Вкратце я объясню, что такое «Волсэксперт», для чего он был создан и кем. Есть два крупнейших производителя России, всех производителей комплектующих «Волс» — это кабельный завод «МКП» и компания «Свестер и деталь». И вот именно эти две компании учредили Центр технических компетенций «Волсэксперт». Учредители поставили перед нами следующие задачи. В первую очередь это повышение уровня технических знаний и навыков специалистов отрасли связи Российской Федерации. Вторая наша глобальная цель — это продвижение в жизнь, продвижение в рынок готовых правильных, надежных технических решений. Собственно говоря, с помощью тех самых программных продуктов, про которые мы сегодня расскажем, мы продвигаем в жизнь надежные технические решения для строительства будущих волоконно-эктических линий связи. Что касается регламента сегодняшнего мероприятия, должен сказать следующее, что у нас с вами примерно час-полтора времени живой работы. Схематично это будет выглядеть так. Я представлю вам сегодняшнего докладчика, он сделает свою презентацию. После этого и в течение презентации у вас будет возможность задать в реальном времени ваши вопросы. Есть для этого специальный чат, он находится в нижней части экрана. Что касается чата, я думаю, что мы в начале вебинара включим на всякий случай премодерацию, чтобы не было никаких недоразумений, потому что люди присутствуют разные, нас с вами сегодня довольно много, мы представляем интересы различных компаний, это люди из разных регионов Российской Федерации, поэтому, дабы не мешать друг другу, мы включим этот режим, если вопросы будут исключительно по делу, по сути вебинара, этот режим мы снимем. Наверное, еще скажу очередной раз приятную вещь о том, что мы всячески поддерживаем людей активных, тех, кто проявляет инициативу, задает правильные вопросы. Так вот, как и в прошлый раз, как на прошлом вашем вебинаре, мы объявляем такой небольшой конкурс, и для того участника вебинара, кто задаст, по нашему мнению, самый лучший, самый глубокий, самый профессиональный вопрос, мы ему в подарочек отправим нашу фирменную футболку с логотипом компании WorldSpect. Вот, пожалуй, засим все, что касается организационной части, и дабы не затягивать свое выступление, я с радостью представляю вам сегодняшнего вашего основного докладчика, вашего основного собеседника. Это Дмитрий Петрович Гиберт, во-первых, естественно, один из разработчиков, один из идейных вдохновителей всех конфигураторов, которые расположены на сайте WorldSpect, технический директор завода INCAP и генеральный директор компании INCAP PRO. Дмитрий Петрович, с радостью предоставляю вам слово. Ура! Да, очень рад еще раз вас всех видеть. Добрый день, кому-то доброе утро, кому-то добрый вечер. Транслируем наш вебинар на всю территорию. Поэтому, те, кто первый раз, тоже рад вас всех видеть и рекомендую после данного вебинара посмотреть еще наш первый вебинар, который был посвящен конфигуратору подвесных волос. Там тоже много интересного и много полезных различных инструментов, которые были сделаны для проектировщиков. Но сегодня мы представим некоторые другие конфигураторы, некие другие калькуляторы, которые мы разработали и которые облегчают жизнь проектировщиков. Так, небольшую вводную по-прежнему, те, кто первый раз расскажу, о том, что на сегодняшний день с проектированием волоконно-оптических ленивсвязей есть определенные проблемы, связанные с тем, что, во-первых, у нас в институтах нет такой специальности, как проектировщик волоконно-оптических ленивсвязей. То есть, как правило, таких специалистов готовят непосредственно уже на местах, передают знания от более старших, от более опытных, молодым и так далее. То есть, нет такой системы обучения, системы подготовки. Второй аспект это в том, связан с тем, что, к сожалению, на выходе очень много проектов ненадлежащего качества. Разные причины, но, тем не менее, это приводит к тому, что при строительстве волоконно-оптических ленивсвязей все эти упущения, все эти недоработки и возможные некорректные решения, которые присутствуют в проекте, приводят к тому, что значительно снижается надежность эксплуатации волоконно-оптической ленивсвязи. Третий момент в том, что в отрасли на сегодняшний день достаточно много неактуальной нормативной документации, коммуникационная отрасль развивается бурными темпами, то есть, постоянно, буквально, там, каждый несколько месяцев какие-то ношества и новинки постоянно представляются в отрасли. И нормативная документация зачастую не успевает за этими всеми изменениями. Конечно бы, проектировщикам хотелось и вообще всем нам применять наиболее передовые решения, быть в тренде и с тем, чтобы Россия на мировой арене была представлена достойно. Четвертый аспект – это, конечно, большое количество предлагаемых технических решений, то есть, по всем практически продуктам, представленным в волоконно-оптической линии связи, очень много поставщиков, производителей, очень много номенклатуры. У каждого поставщика и производителя буквально номенклатура исчисляется тысячами номинований. Очень сложно во всем этом разобраться, особенно если сроки горят, как обычно, проект горячий и так далее. То есть, пока разберешься, проходит очень много времени. С этим тоже связаны определенные проблемы и возникающие ошибки затем в проектной документации. В принципе, пятый аспект – это отсутствие доступной информации по новым разработкам. Для того, чтобы понять, что появилось нового на рынке, зачастую специалистам необходимо постоянно отслеживать какие-то новости, постоянно быть на сайтах производителей и следить за этими новинками, которые не всегда еще очевидно представлены. Это все достаточно сложно и налагает определенные ограничения на использование передовых решений. Какой же очевидный выход из всей этой ситуации? Это, конечно же, некие онлайн-помощники, которые позволяют подбирать, решать быстро, оперативно для специалиста те технологические решения, которые ему необходимо использовать в проекте. На первом вебинаре мы познакомились с конфигуратором подвесных волос, который позволяет быстро достаточно подобрать все необходимые материалы, составить смету, рассчитать механические стрелы, нагрузки и так далее. Очень много полезных функций в этом конфигураторе. Сегодня я представлю вам остальные наши решения, которые сравнительно небольшие, но зато позволяют быстро и легко получить нужную информацию, не заглядывая и не изучая длительный каталог производителей и подбирая нужные решения и стыкуя их между собой. Поэтому перейдем к первому такому конфигуратору, помощнику электронному. Это автоматический переводчик маркировок для оптических кабелей. На сегодняшний момент, конечно, есть определенная проблематика в том, что на рынке действует порядка 20 заводов, которые производят волоконно-оптические кабели. Нет единого стандарта по обозначению маркировки этих волоконно-оптических кабелей. Поэтому у каждого завода своя маркировка. Очень сложно разобраться, какой кабель какому соответствует. Очень сложно перевести правильно из одной маркировки в другую без ошибок. Для этого нужно заходить на сайт, изучать маркировку одного завода, потом изучать маркировку другого завода, сопоставлять их между собой. Это налагает определенные трудности и, самое главное, очень большие временные затраты. Для этого есть решение, которое есть на нашем сайте waltz.expert, которое позволяет быстро, без ошибок, перевести одну маркировку в маркировку кабеля завода INCAP и получить информацию о подобранном кабеле. Посмотрим это, собственно говоря, в переводчик маркировок на примере. Сейчас переключусь на рабочий стол и непосредственно в живом режиме мы это все отпустим. На титульной странице сайта waltz.expert есть такой заголовок, ссылка, который называется «Конфигуратор решений». При переходе по этой ссылке открываются все доступные инструменты, которые помогают проектировать волокон оптических дневной связи. Сейчас мы разговаривали и ведем речь о переводчике маркировок. Нажимаем соответствующий конфигуратор. И, собственно говоря, работает он следующим образом. Для того, чтобы перевести одну маркировку в другую, достаточно ввести первую букву маркировки кабеля с того завода, который у вас есть, допустим, в исходном фото-проекте, или вам необходимо его поменять или согласовать. Допустим, это кабель с маркировкой «ДКП». Видите, что переводчик автоматически подобрал, что эта марка кабеля и маркировка принадлежит заводу «ФС Вест-3». Сейчас называется «ФС РУС». Необходимо будет поправить. И в соответствии с той маркировкой, которая у вас есть, вы заполняете соответствующие поля. Подсказки здесь всплывают. То есть понятно, что поле, допустим, X4 – это растягивающая нагрузка, допустим, 7 кН, X5 – это поле типа волокна. Все подсказки всплывают и показывают, допустим, что если это 6Z, то это одномодовое волокно, G652D. Допустим, оставляем это стандартное волокно. Здесь можно выбрать, в принципе, любое, которое есть. Следующее поле – это число элементов скрутки. То, что обозначается в данной маркировке, допустим, это будет число 6. И общее число волокон, допустим, будет 48. То есть у вас на входе была маркировка ДКП 7-6Z-6-48. Вы эти поля, соответственно, заполняете, нажимаете кнопочку «Найти». И получается, что маркировка завода НК будет ДПС-P48У-6 на 8-7 кН. То есть марка кабеля ДПС, полетельная оболочка, 48 волокон, которые мы здесь вводили. У – это одномодовое волокно. Кодировки ОФС-6Z у нас буква О. 6 модулей по 8 волокон и 7 кН. Полностью высвечивается описание кабеля. Его можно получить подробную информацию, о нем открывать соответствующая ссылка на этот кабель. Также традиционно на сайте завода НК вы можете посмотреть все основные технические параметры по данному кабелю, посмотреть нужную документацию, спецификации скачать, декларацию ответствий и всю остальную информацию, вплоть до инструкции по прокладке данного кабеля в грунт. Еще один пример рассмотрим. Также вводим, допустим, маркировку ОККМ. Здесь, если маркировка соответствует нескольким заводам, по структуре маркировки необходимо выбрать по какому заводу он соответствует. То есть, допустим, у нас кабель Куджикура, там достаточно длинная такая маркировка, которую вы можете посмотреть и достаточно легко определить. Это раз кабель ОККМ, но маркировка короче. Базовый признаки – это кодировка волокна, по которому легко определить один завод от другого. Итак, ОККМ. Допустим, это будет маркировка NGHF в оболочке, не распространяющей горения, с центральным силовым элементом. Конструктивное исполнение. Здесь все подсказки высвечиваются. Число модулей 4, число волокон 8, тип волокна E3. Обычно стандартный одномодуль волокна всегда бывает. Растягивающие усилия, допустим, 2,7 километра. Нажимаем кнопочку «Найти». И, соответственно, появляется маркировка, что это кабель в нашей маркировке DOLL-MG, DSHF, 32 волокна 4 по 8, 3 километра. И также можно подробнее об этом кабеле все узнать. Легко и быстро вы получаете нужную маркировку кабеля в соответствии с маркировкой завода NK. Есть также автоматический переводчик по локально-автическому кабелю. Здесь немножко проще. Достаточно выбрать какого-либо производителя, допустим, Аликс-кабель, марку кабеля, и аналогичный кабель нашей маркировки появляется под всплывающей информацией. Это что касается переводчика маркировок. Вернемся к нашей презентации. Следующий наш электронный помощник – это вместимость кабеля на барабане. В чем суть данного помощника? В том, что зачастую проектировщику необходимо понять, на какой барабан влезет определенная поместница, определенная длина оптического кабеля. Либо, допустим, сколько максимально можно намотать кабеля на барабан определенного размера. Достаточно часто запрашиваем информацию, которую легко можно получить с помощью данного калькулятора. Рассмотрим непосредственно на примере данный конфигуратор, данный калькулятор. Также конфигуратор решений. Называется программа размещения кабеля на барабанах. Очень просто и легко работает. Выбираете диаметр кабеля, который вы хотите намотать на барабанах, допустим, 12 мм. Вводите длину кабеля, 5 км. И данный электронный помощник автоматически вам определяет, что эти 5 км необходимо наматывать на 16-я барабан, то есть необходимо использовать 16-я барабан. Ну и максимальная вместимость на данном барабане 6 км 320 метров. Либо, допустим, вы хотите понять, сколько наматывается кабеля на барабан, к примеру, 14 Г. Выбираете соответствующий барабан, и видите, что кабель диаметром 12 мм на барабане 14 Г. Это 4 км 980 метров. Данный переводчик универсальный, работает для любых кабелей, любого производства, просто благодаря тому, что вы выбираете необходимый диаметр, он работает по всем типам кабеля. Либо можно работать по марке кабеля INCAP, вы выбираете тип кабеля, допустим, это кабель DPTA, выбираете размер барабана, на который вам необходимо намотать кабель, и, соответственно, программа автоматически определяет, что кабель типа DPTA, выберем, допустим, 6 кН, на 14-й барабан можно намотать 3 км 450 метров. Либо соответствующая обратная ситуация, когда, допустим, вам необходимо определенную длину, понять, на какой барабан, в каком барабане он будет подставляться. Соответственно, вводите 5 км длины, получаете, что вам необходимо использовать барабан номер 16 А. Легко, просто, удобно и очень быстро. Без всякого использования каких-либо дополнительных запросов, поиска по каталогу, на сайте информации и так далее. Быстро считает и определяет. Возвращаемся к нашей презентации. Следующий наш электронный помощник – это подбор кабеля и определение его маркировки. Собственно говоря, здесь тоже проектировщики и специалисты, которые сталкиваются с следующей проблемой, в том, что очень долго по каталогу искать соответствие. То есть, необходим, допустим, кабель в грунт, 48 волокон, 7 км. Какая у него будет маркировка? Это надо долго изучать. Система бракообразования, возможно, какие-то ошибки. И связано с этим затраты, в том числе, временные. Нет необходимости в поисках на сайте, в поисках бумажной версии справочника. Достаточно просто ответить на несколько вопросов по порядку в этом электронном помощнике, и на выходе вы получите полную маркировку кабеля и полную его техническую спецификацию. В данный момент данная программа размещается на сайте завода INCAP в разделе «База знаний», «Оптические кабели и волокно» и раздел «Подобрать кабель». В самое ближайшее время данная программа, данный конфигуратор электронный помощник будет доступен в том числе на сайте VoxExpert. Как же работает данный электронный помощник? Во-первых, вы просто отвечаете на несколько вопросов по типу анкетирования. Древовидная схема, которая на выходе дает полную маркировку кабеля. Выбираете тип кабеля, везде, на каждом шаге есть подсказки, которые помогут вам с выбором. Магистральные или локальные кабели. Достаточно легко и понятно, что выбираем, допустим, магистральные кабели. Далее выбирается назначение кабеля, то есть куда кабель будет прокладываться. Допустим, это кабель, кабельная канализация, с угодом повреждения грузина. То есть необходимо его как-то еще защищать. Выберите вариант конструкции. То есть стандартная конструкция, которая поясняет, что это надежное, дорогое решение, оптические модули скученного концентрального элемента, промежуточная оболочка, гофрированная стальная лента, защита от грузинов, полимерная оболочка. И все остальные конструкции тоже полностью описаны и выбирается, собственно говоря, та оптимальная конструкция, которая вам необходима. Допустим, это вам необходима облегченная конструкция, без ухудшения эксплуатационных характеристик, наиболее популярная, как показано в подсказке. Далее выбирается тип оболочки. Тоже по каждому типу оболочки есть подробная подсказка, что это за оболочка, для чего она нужна и так далее. То есть, допустим, нам необходима, в том числе, прокладка по территории каких-то подстанций, зданий, и необходимо выбрать оболочку, не стремяющую горение при групповой прокладке. Выбираем соответствующий тип оболочки и предлагается выбрать стойкость к растяжению. В данном типе кабеля только одна доступна стойкость к растяжению. Если вы, допустим, выбираете подвесной кабель или грудной кабель, там, возможно, несколько вариантов, все они доступны для выбора. Выбираете соответствующий. В данном случае 2,7 кг. Далее выбирается тип волокна. То есть, это либо стандартное домодовое волокно. В данном случае для завода INCAP это всегда волокно, в том числе, стойкость к изгибу марки Корнинг 828 Ультра с пониженным затуханием. Либо многомодовое волокно категории сердечника 50 на 125, либо 62,5 на 125. Допустим, вы выбираете стандартное одномодовое волокно. Естественно, следующий шаг после выбора волокна, тоже всегда известно, количество волокна. Выбираете 24 волокна. На выходе получаете маркировку кабеля, которую можно смело, спокойно вставать в проект, либо в запрос на технико-коммерческое предложение, либо просто получить спецификацию на сайте. Маркировка кабеля в данном случае получилась в долонге HF24U 3 на 8,5 на 10 кг. По ссылке подробнее о маркировке открывается система маркировки. То есть, почему именно такая маркировка. Подробнее о кабеле все то же самое. Вы смотрите подробную информацию, можете скачать спецификацию, либо, собственно говоря, отправляете запрос на завод с просьбой предоставить технику-коммерческого предложения на конкретную марку до НГШ 24, 3 на 8,5 на 10 кг. Именно то, что вам необходимо и без каких-либо ошибок. Потому что в данном случае ошибки исключены. Вы не с вами подбирали по каталогу, не пропустили лишних букв, цифр и так далее. Конфигуратор автоматически подобрал верную маркировку. Следующий конфигуратор у нас новый. Мы на этой неделе его предоставили в общий доступ. Очень полезный инструмент, который позволяет вам подобрать под заданный тип кабеля соответствующую муфту и зажимы, если это кабель подвесной. То есть обеспечивается полное сопряжение элементов полоконно-ортической линии связи между собой. Если раньше необходимо было, опять-таки, изучать каталоги разных производителей. То есть какой кабель, какая муфта под этот кабель подбирать, какой зажим, система маркировки. То есть все очень долго, трудоемко и достаточно муторно. Особенно, когда есть постоянные какие-то изменения и не всегда за ними проектировщик успевает. Данный конфигуратор мы разработали. То есть на сайте выбираете марку кабеля и тут же на выходе получаете соответствующую муфту и зажим буквально в один клип. Смотрим, собственно говоря, на примере. Данный конфигуратор находится у нас в разделе конфигуратора решений, подбор муфт и зажим. Тоже буквально несколько шагов, несколько кликов мыши. Выбираем тип кабеля, допустим, это кабель ДПТ. Выбираем число волокон, допустим, это 36 волокон. Выбираем растягивающую нагрузку, к примеру, 15 кН. На выходе вы получаете, опять-таки, маркировку ДПТ-П36У408-1А415 кН и те муфты, которые подходят для вас под заданный тип кабеля. В данном случае подобралась муфта ТОПК-6-108-1КТ-3645К. По ссылке можно перейти на описание данной муфты, в магазин, в связи с трой деталей и вплоть до того, что ее можно даже заказать. Либо получить техническую спецификацию, инструкцию по монтажу, описание, все, что необходимо. Также рекомендуются дополнительные комплектующие, которые, как правило, приобретаются вместе с данным кабелем. Это комплект ввода, устройство УПМК, комплект стяжек и так далее. Плюс результат подбора зажимов. То есть, в данном случае подобрались зажимы натяжной марки НСО-15-13-13-7 с протектором К-15, либо поддерживающий зажим ПСО-20-12-4-13-5 тоже с протектором. Соответствующие ссылки на данные зажимы, где вы можете узнать по ним цену, и, собственно говоря, заказать, либо получить дополнительную информацию по данным зажимам. Быстро, просто и удобно. Давайте для примера рассмотрим какой-нибудь еще другой тип кабеля. Допустим, это кабель грунтовой, ДПС. Опять выбираем число волокон необходимое. От 4 до 36 волокон. Здесь уже некий диапазон допускается. Подобралась муфтам ТОК А1-2216, 1КТ-3645К-77. Опять-таки по ссылке открывается соответствующая муфта. То есть, каждой муфте соответствует соответствующая ссылка. Данная муфта открылась. Можно посмотреть цену, описание и так далее. И рекомендуется также приобрести муфту пластмассовая защитная, комплект с герметиком. И результат подбора зажимов в том, что зажимы для нафига кабеля не предусмотрены, потому что данный тип кабеля не подвесен. Это что касается подбора муфтых зажимов. Быстро, удобно. Данный конфигуратор постоянно обновляется, поддерживается в актуальном состоянии. Можно смело пользоваться и подбирать именно те материалы и комплектующие, которые стыкуются и совместимы между собой и обеспечивают наиболее надежную эксплуатацию. То есть, к примеру, те же самые зажимы. Подбирается именно маркировка диапазон диаметра под тот кабель, который вы выбрали. То есть, нет вероятности ошибки, что выбрали не тот диапазон зажимов по диаметрам, либо по соответствующей прочности заделки. Все автоматически подбирается так, как необходимо. Ну и, наконец, не могу не отметить о еще одном конфигураторе, который здесь в презентации не представлен, так называемое пастальное лицо, которое мы тоже буквально на этой неделе сделали. разработали это интерактивные климатические карты. Вообще, стоит отметить в том, что все конфигураторы, которые мы представляем, как бы их аналогов таких решений нет не только в России, во всем мире. То есть, те решения, которые мы предлагаем, достаточно уникальны. И, допустим, те же самые интерактивные климатические карты. Если раньше проектировщику необходимо было по картам ПУЭ, в которых справочники, правила тростных установок представлены, достаточно неподробно, сложно для поиска нужного района, какой район по климатике, по гололеду, сложно, трудно искать, подбирать, то мы, с тем, чтобы устранить все эти вопросы, разработали интерактивные климатические карты, которые автоматически подбирают по одному клику мыши требуемую зону по гололеду и по ветровому давлению. То есть, достаточно открыть карту по клику, она открывается в полном размере, выбираете соответствующий город, допустим, вот здесь мы выберем, пишем, нажимаем клавишу, и видите, что результат район по ветру для выбранной точки 2, нормативно-ветровое давление для данного региона 500 паскалей. Можно выбрать другой город, допустим, здесь посмотрим, Белорец, да, сложная зона, район по ветру 5, нормативно-ветровое давление, ну, в чем Паскале. Абсолютно то же самое работает и для климатической карты по гололеду. Опять-таки выбираем тот же самый Белорец, нажимаем кнопочку, район по гололеду для выбранной точки 4, нормативно-ветровое давление для данного региона 25 минут. Быстро, просто, удобно, и никаких ошибок. Пользуйтесь на здоровье. То же самое можно сделать с помощью стандартных решений в виде выбора города из выпадающего списка. Но, повторюсь, по климатической карте из правил спроса и в Торсново гораздо быстрее и проще это сделать, тем более здесь намного больше городов представлено, всегда вы сможете найти именно ту точку, где у вас будет прокладываться будущее ВОЗ, и такие климатические зоны по данному региону. В целом, на этом у нас все. Мы достаточно быстро и оперативно разобрались со всем этим. У меня на этом презентация закончена, я готов, собственно говоря, ответить на ваши вопросы. Прочитаем комментарий. Валентин Брюшков. У МКБ стандартная конструкция до 2,7 км. Приводитель стандартически подставляет, что искали. То есть, 3 км. Напомню Валентина о том, что, в принципе, мы по запросу, если необходимо по проекту делать 3 кН, и некоторые производители эти км декларируют, то мы разрабатываем соответствующее решение по данным условиям. Понятно, что стандартная конструкция на 2,5 км. Раскладка по модулям тоже стандартную, заданную стоит или стандартную конструкцию. В зависимости от того, декларируется ли в маркировке стороннего производителя раскладка по модулям. Если она там декларируется, соответственно, переводчик это понимает и делает соответствующую раскладку по модулям. То есть, в маркировке указано, что там 4 модуля по 4 волотна, и, соответственно, переводчик переводит тоже 4 модуля по 4 волотна. Если в маркировке стороннего производителя не указано распределение волокон по модулям, соответственно, ставится стандартная конструкция. Посмотрел конфигуратор, будут ли добавлены зажимы теленкоса в несущий кабель, а также для кабелей с тросом. Напоминаю, что у нас зажимы теленкоса в целом там представлены, можем даже посмотреть. Я сейчас продемонстрирую. По-прежнему переходим к фигуратору, подбор муфт и зажимов, выбираем кабель типа, допустим, ОВК. Соответственно, подбираются муфты и зажимы. Видите, что, допустим, натяжной зажим производителя теленкоса. То есть там, где мы допускаем и рекомендуем применение зажима, они соответствующие производители появляются. Как скачать и получить подобранный набор муфт и зажимов? Достаточно просто. Проектировщику, как правило, необходима только маркировка для того, чтобы запросить технико-коммерческое предложение, либо ставить эту маркировку в проекте. Берете, копируете, вставляете. Банальный копипаст. Набор как таковой, он в целом необходимости нет. Конфигуратор по расчету гасителей вибрации. Конфигуратор по расчету гасителей вибрации у нас есть в составе конфигуратора подвесных ВОЗ. Там достаточно большой объемный конфигуратор, который в том числе рассчитывает необходимое количество вибраций и их тип. Савин Александр. Морское, а именно судовое использование реализовано. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду? Не совсем, я понял. Товарищ Смагин. По климатическим зонам нет АНСНГ. Дело в том, что карты, которые изложены в правилах устройства электроустановок, они разработаны в Российской Федерации. Соответственно, климатические зоны соответствуют регионам Российской Федерации. Для того, чтобы в карту были включены страны СМВ, необходимы справочники климатические по странам СМВ, которые в открытом доступе, по крайней мере, нам не попадались. Поэтому только Российская Федерация. Западный регион не указан, а именно Калининград. Да, повторюсь, правила устройства электроустановок, та карта, которая в этом справочнике нарисована, ровно ее мы и скопировали. Если там не было Калининграда, соответственно, мы не можем взять данные каких-то других альтернативных источников, потому что именно рекомендуется использовать данные по правилам устройства электроустановок при проектировании и определении максимальных климатических содействий на элементы линии связи. На этом еще вопросы, если есть. По морскому и судовому использованию, в принципе, мы готовы ответить на ваши вопросы по электронной почте, если вы достаточно более подробно распишите, что имеется в виду, мы ответим. Еще вопросы? Если вопросов нет, то я предлагаю... Так, тематика по городским условиям. Тоже тематика, городские условиям, не совсем развернутый ответ, сложно ответить на него, что именно имеется в виду. В целом, готовы более детально поговорить, возможно, через формат общения через электронную почту. Городские условия, если там имеется в виду зоны с препятствием вышеопор и так далее, такие все разделения, то, соответственно, они все реализованы соответствующими коэффициентами и реализованы в полном конфигураторе подлесных слов. Если вопросов больше нет, то я предлагаю мероприятие завершать. Дополнительные все вопросы вы можете ответить, задать, вернее, мы на них ответим по электронной почте. Спасибо вам за внимание. Спасибо.